То есть треугольник Карпмана и сказки, да, сначала. Значит, что я серьёзно отношусь к волшебным сказкам, я считаю, что если сюжет рассказан, и рассказан много-много раз устно, как мы говорим, словами через рот, и он утрясся в какой-то форме, то этот сюжет имеет некоторое основание для психики. И столкнулась с интересным феноменом, где социальная логика сталкивалась с мифологической логикой. Это сказка про серого волка и красную шапочку. Ну, сказка, в общем, конечно, прошла литературную обработку некоторую, но всё-таки она как-то нам кажется близкой к народному сюжету. То есть девочка, которую мама посылает отнести пирожки в лес к бабушке, такая странная бабушка, живущая в лесу, и такая странная история про пирожки. Ну, в общем, те, кто любит антропологию и всякие вариации на тему рассмышлений пропа, то могут найти здесь интересный повод для таких рассуждений и спекуляций. Но по дороге девочка сначала разговаривает с волком, а потом волк встречает её в доме бабушки, уже съев бабушку, заняв её место, и съедает девочку после некоторых разговоров. Смутно напоминает сказку «Колобок», правда? Ну, в каком-то таком ряду. Ну, потом приходят дровосики и спасают, значит, нашу героиню, и все живые, значит, в финале возвращаются домой. И бабушка выскакивает, и внучка выскакивает живая-здоровая, и волка больше нет. А чтобы волку неповадно было девочек глотать, его брюхо набирают камнями. Но этот финал, он такой, такой вот литературная добавка такая. И столкнулась с следующей историей. Значит, как-то раз участниками моего психологического занятия были педагоги молодые, и они сказали, что да-да-да, у них дети часто играют, с удовольствием выбирают эту сказку, чтобы поиграть детям в младшем классе. Ну, во время сцене волок таких вот, во время каких-то микроспектаклей детских. И идёт борьба за то, кто будет играть волка, особенно мальчикам там, которые учатся в 2-м, 3-м, 4-м классе. Это интересно, им кажется. И что... А дальше был интересный разворот, что им кажется, что это очень дурно для воспитания, и что поэтому они отговаривают детей играть эту роль. А более того, что в сюжете, который они ставили для такого детского праздника, они сделали так, что волка не пускают к девочке, чтобы он её не съел. Значит, ну, предлагают им переключиться на овощи там, на морковку, капусту там, ну, на что-нибудь. Или просто прогоняют. А девочка, значит, типа идёт к бабушке, и всё заканчивается хорошо. Но детям что-то эта версия не очень нравилась. И тут я, значит, задумалась, что как бы обе стороны здесь, в общем, по-своему правы. И ребёнок, который хочет сыграть хоть волка, и кто-то хочет сыграть красную шапочку. И я как бы в 90-е годы много раз так и слышала о таких микротренингах, когда дети или взрослые, у которых какая-то была проблема с привязанностью, с принадлежностью, и как-то связанная с детством, тогда прямо проводили такие тренинги, имитирующие такой вот захват и удерживание. То есть я практиковала несколько раз это, ну, в духе, может быть, Станислава Грофа это были идеи. То есть как бы воспроизведение такого материнского отношения к ребёночку. Сначала он попадает в трубу, а потом рождается. Ну, что-то в таком духе. И в общем, как бы и нравилось детям. Вот, причём и обе роли нравилось. И кого-то поймать, и типа вот так вот обнять, вот съесть. И наоборот, чтобы быть съеденным и там выбираться. То есть обе роли казались интересными. То есть вроде какая-то логика есть психическая. Но однако некоторая логика спасти девочку от волка тоже есть. Они как бы из двух разных миров. Вы согласитесь, что в мире социальных отношений действительно нехорошо, правда, если злой лук, зубами щёлк, атакует, ну, приятную молодую леди, которая тем более не сжёт пирожки. Ну, мог бы пирожков съесть, если он голоден. То есть зачем вот это всё? И её как бы спасти от этого было бы очень неплохо. То есть как будто бы две разных логики. Вот одна логика в социально-групповых взаимодействиях, ну, чтобы вы стали равнодушно смотреть на то, как кто-то, ну, обижает человека, тем более существо, так, севенький волчок, выхватит за бочок, да, такое странное существо. Тоже нет. И так, правда, и так, правда. Две разных правды, две разных логики. Ну, вот мне доставило удовольствие послушать версию о Клопке, что если его спасать от лисы, то лучше бы его, ну, по назначению использовать, как хлебобулочное изделие, которое, ну, как бы служит для того, чтобы стоять на столе, где есть самовар, чашечки с чаем там и, ну, какое-то угощение приятное. Ну, но тем не менее, значит, в экспериментах, когда, я тоже так слышала от тех, кто занимался детками, когда маленьким детям, маленькие, я имею в виду, первый, второй, третий класс школы, да, так, старшая группа детского сада, и первый, второй, третий класс школы предлагали тренинг уверенного поведения на базе сказок, где надо было вести переговоры и поставили по случайности тему колобок и леса, как переговорную тему, то дети, кто был поуверенней, кто поуверенней, они, значит, были совершенно не против того, чтобы лиса съедала колобка, типа, а почему нет? Вот. А во-вторых, дети, которые были, ну, такие более, ну, может быть, не готовые к школе, они, наоборот, очень-очень дергались, совершенно не хотели вести переговоры по с лесой, и хотели, чтобы колобок убежал, играл с зайчиками, с белочками, там, садить цветочков, ну, как-то вот развести их. Вот. Им просто не хотелось, чтобы эта коммуникация происходила. Ну, не суть. Так вот, что я вот думаю. Значит, Стивен Карпман в 1968 году опубликовал очень эффектную статью, такие времена были прекрасные, где предложил в анализе сюжетов и сценариев, и сказочных сюжетов заметить характерный треугольник, который вот как бы всегда привлекает внимание, всегда привлекает внимание зрителя, который и в театре, если сделать это как сюжет, и когда ты читаешь эту историю глазами, или когда тебе рассказывают, или когда человек рассказывает тебе о собственной жизни, ну, просто душа просто захватывается этим сюжетом. Было предположение, что вообще существует несколько, ну, 20-30 типовых сценариев, которые легко двигают драматургию. Ну, это здесь можно сослаться на польде такого итальянского исследователя и любителя театра в конце 19 века, который собрал как-то эти типовые двигатели таких эпизодов или отношений, которые просто захватывают внимание зрителей, создают интригу. Вот, и вот прямо такая комбинация, очень-очень эффект. Ну, например, смотрите, юная дама хочет выйти замуж за любимого человека, а папа хочет, чтобы она вышла замуж за богатого старого соседа. Ну, дело происходит в средневековье, и понятно, что, значит, папа здесь в воде как преследователь, да, ну, а вот есть либо доблестный юноша, либо тот, кто ему помогает, он, значит, помогает влюблённым соединиться, и все с удовольствием сводят такой сценарий, да. Значит, такой злой, богатый, жадный старик посрамлён, но молодая пара в финале вот как-то хорошо себя чувствует. Ну, типичный сюжет для оперы такой маленькой, для начала 19 века изящной, либо для какой-то новеллы, ну, как не войти в азарт, да. А можно и по-другому повернуть, можно было бы сказать, что есть человек уже не молодой, но его сердце молодое, он страстно влюблён в соседку, вот, а молодой жулик, который сердцеед и охотится за наследством, соблазняет её, и хотя она, значит, как бы вот, в принципе, к нему вроде как благоволит, к этому человеку, но молодой такой сердцеед умыкивает её, пытается продать потом рабство, ну, кому там продавали рабство средневековья, этим пиратам, значит, среднеземноморским, но, в общем, кто-нибудь её спасает, и в финале... Ну, немножко хуже звучит сюжет, но всё равно, да, так как, смотрите, по-другому можно повернуть. Вот, то есть мы интуитивно реагируем на такой сюжет прям волнением. Значит, описание понравилось, и тема «Драматический треугольник» просто полетела по всем... Ну, с 68-го года полетела по всем тропам психологических исследований с большим успехом. Правда, стали уже к 20-му веку, ну, через 30-40 лет, поговаривать, что это умозрительная гипотеза, потому что были, конечно, предположения, что стиль воспитания в детстве предопределит, какую роль будет играть человек, будет он обычно злодеем, который всех преследует, или будет он жертвой, ну, синдром жертвы, да, пострадавший, или будет он всех спасать. Мы даже, ну, миллионных психологических текстов можно увидеть, что кого-то обвиняют, что он всегда спасатель, кого-то обвиняют, что он агрессор, да, вот это, что он абьюзер, кого-то в том, что он постоянная жертва. Вот, что типа стиль воспитания предопределяет эту роль, но оказалось, что при попытках сделать, ну, статистически хоть как-то достоверное исследование, не такое умозрительное, как вот мы, ну, как бы на кончиках пальцев, на кончике языка делаем такое наблюдение, а вот так всерьёз, то, в общем, всё-таки рассыпалось. То есть доказательства того, что стиль воспитания и постоянная роль, ну, как-то разваливались. Более того, в таких динамических экспериментах очень легко показать, что жертвы, преследователи, спасатели очень легко меняются местами. То есть, ну, мы как консультанты знаем, что тот азарт, которым пострадавший обвиняет злодея, прямо приглашая психолога посочувствовать, он может быть очень интенсивным, но даже как-то вот, как-то вот что-то происходит. Вот смотрите, например, ваш клиент говорит, что, ну, предположим, это юная дама, которая говорит, что ее родители такие люди душные и которые не давали тепла, и вот поэтому у нее там как-то неудачно складывается жизнь, вот, и вот как психолог должен ее понять. Ну, прям такая модная тема несколько лет назад была токсичных родителей, и прямо вы чувствуете, что, ну, да, действительно, ну, вот, и жизнь неудачно так рассказывает, что личные отношения не складываются, карьера не складывается, счастья в жизни нет. И вы прямо уже, правда, готовы, прямо готовы прямо пойти в ее детство и атаковать ее родителей, прямо написать пафосную лекцию о том, о том, что как неправильно воспитывают детей. И вдруг вы обнаруживаете, что степень атаки, степень атаки, вот такой вот туда вот взглядываете, если вот, да, ее родители очень велика, и что вы уже находитесь внутри вот этих отношений, вы уже преследователь, правда? Вам либо хочется забрать ее от родителей, сказать, иди ко мне, я буду тебе лучше мамы, чем была твоя мама, либо сказать им, вы плохие, давайте мы пошлем к вам абдусмена, который, ну, воображаемого, которым скажут, так нельзя обращаться с ребенком, как вы попали туда. И, в общем, не я первая, конечно, заметила, что вот, если слушать интонацию, несодержание интонации, то эти роли очень-очень легко меняются местами. И поэтому, наверное, с одной стороны, правда является то, что биография, что это наблюдается глазами, что люди прямо с удовольствием смотрят это, ну, начиная от детективных сюжетов и кончая лирических историй. То есть, если не будет вот такой композиции, ну, зачем смотреть за спектаклем? С другой стороны, ну, дети, да, там, детский спектакль, значит, новогодняя елка, ну, вот, и детский, значит, злой, там, какой-нибудь злодей похитил новогоднюю елку, а вот, или Деда Мороза там спрятал, а вот мы будем сейчас выручать Деда Мороза, и там хором дети, давайте, значит, скажем, там, злодей уходи, там, елочка горит, ну, и так далее. Да, то есть, и там всем как-то интересно, даже если очень разыграть активно, дети могут и побить. Актеру, который изображает злодея, вот, ну, так если очень разойдутся, вот. Помните, да, комический злодей, ну, комический злодей обычно такой, вот он такой в маске какой-нибудь, он похож на персонажа из игр, калятки какие-нибудь, да. Так вот, значит, явно есть переживание. С другой стороны, конечно, сто процентов, я вот уверена, что правы те, кто говорят, что это умозрительная композиция, что никакая предрасположенность к ролям не связана с какой-то детством. Более того, ещё непонятно, что это такое, существуют ли эти роли. А вот что динамика таких вот переживаний есть, то точно. Более того, что мы замечаем? Что энергия чувств очень велика. Если человек был таким тихим, зажатым, вот как бы чувств вроде как не проявлял, то, как бы попадая в лунки вот этих ролей, он начинает махать руками, он начинает глубже дышать, он начинает интенсивно себя чувствовать, он прямо начинает проявляться, он либо жалуется, либо атакует, либо призывает к чему-то высокому. Доколе империалисты будут эксплуатировать рабочий класс. Это какой-нибудь конец 19 века. Доколе буржуазия будет мучить голодом рабочих. Рабочие, надо вам подняться и защитить себя от этих эксплуататоров. Это 19-е, начало 20 века, такая риторика. И силы много сразу, энергии много, живости много. В чём минус? Минус в том, что она как-то никуда не идёт, эта энергия. То есть, либо она разворачивается, вернее как, либо она разворачивается в социальную борьбу. Но те, кто любит историю, французскую революцию, октябрьскую революцию, вот почитать, и подумать, что к чему-то, в общем, наверное, здесь будут немножко с печалью кивать, да, что вот когда это разворачивается в социальном перспективе, то получается как-то так много боли, много ущерба людям, и, конечно, социальная машина движется сильно вперёд. французская революция, да, изменила расклад классов, во Франции изменила течение экономической жизни, политической жизни этой страны, то есть, ну, как бы изучено просто до миллиметра, да, все обстоятельства, но как-то так мало кто был рад в итоге. Вот, и поэтому я такую модель, вот посмотрите, пожалуйста, вот картиночка, вот красненьким я обозначу клиента, черненьким я обозначу терапевт, или просто человек, один человек, два. Что должно произойти с этим вот красненьким, чтобы он вскочил на эту странную карусель? Видите, такая карусель, которая крутится, да, такая платформа, её можно было бы круглой сделать, но я сделала остыла треугольник, которая вертится и мелькает то одна руль, то вторая, то третья, вот он сидит как бы вот здесь, и переживает эти чувства. Он как бы единственный минус этого переживания, что он оторван от земли. Я специально нарисовала как бы не просто карусель в купонную землю в парке, а ещё такой на курьих ножках намекая на сказке. Задам себе вопрос, что с ним произошло, что он залез вот сюда и как мне быть рядом с ним? Я стала думать, что реальность опыта есть. Говорить, что вот так вступаться как с колобком, чтобы просто подойти к колобку, сказать, леса, слушай, уходи, ты поищи себе каких-нибудь мышек, а я тут сам колобка съем, ну тоже приятно. Вот, но значит ну наверное есть какая-то в этом неправильность, да? То есть передо мной мелькает человек это одна, то другая, то третья роль, ну никуда ничего не движется. Вот. И здесь очень хочется сказать, что сказать, что, а давайте-ка подумаем, что сделать, чтобы тик с леса с этой карусели. Ну, кто пытался когда-нибудь остановить карусель вручную, то сами знаете, что происходит, Даже детскую, самую простую вертушку на площадке. То есть руки оторвет и тебе, и человек, если ты резко с тебя сдергиваешь с карусели, то как бы он может просто повредиться. И я задала себе вопрос, они являются ли вот эти все три роли, как бы есть, говорят, две стороны одной медали, да, медаль плоскенькая, они являются эти роли тремя сторонами одной ну, как бы одной конструкции, да, поэтому они так связаны, поэтому бесконечная энергия, поэтому много жизни, но эта энергия как бы никуда не ведет. Чем больше человек заводится, тем больше он как бы стоит на месте. Вот это ощущение, что человек стоит на месте, оно вот очень сильно меня разволновало. если я предположу, что это один единственный невроз, один единственный, точнее симптом, коммуникационный симптом целиком, не одна из ролей, а целиком все три роли присутствуют, и что это один единый симптом, просто вот эти точки этого симптома, они наиболее заметны, то тогда вообще я не буду в таком затруднении, я буду думать так, а что же случилось с этим человеком, вот, с этим человеком чудесным, который стоял на земле, уже стоял, но что-то произошло, что он аж залез на этот симптом, залез на эту крутящуюся платформу, запустил ее в себе, что что-то произошло, что он не может быть в обыкновенном человеческом контакте, когда он говорит о жизни, о судьбе, о себе, а вот он заводится вот так вот. Это мне дало очень приятные основания. Не гоняться за каждой отдельной ролью и не прыгать на платформу к этому своему клиенту. Нет, ну, покататься на карусели весело, да, карусели, карусели, так, помните, там, начинаем рассказ такое детское это счастье и веселье, вот, вот, как бы, вот как, пригласить его остановиться, да. однажды даже одного клиента так как-то удачно спросила, дал такой странный вопрос, сказал, слушайте, вот так вот сильно вы переживаете это, что произошло, что вас выбило из ролей, потому что объясняю, я автоматически спрыгивала бы на эту же крутящуюся платформу, а я как-то смогла пригласить его, ну, в некотором смысле это всё-таки нереальная биологическая такая конструкция, вот, и мы вдруг стали обдумывать эпизод, в котором у него была сильная тревога, и где ему было трудно быть в контакте с собой, где ему реально не хватало поддержки и опоры, то есть, понимаете, как странно оказалось, что это один из вариантов обсессии, такой странной динамической обсессии, которая компенсирует тревогу, то есть, смотрите, как интересно, энергия, ну, кто видел карусели детские, помните, энергия прямо прёт, лошадки мелькают, автомобильчики, гуси, там, какие ещё фигурки бывают, на которых можно накатиться, ещё на данный карусель так чуть-чуть там раскачиваются эти фигуры, там полно энергии, так, не знаю, я в детстве любила на каруселях кататься, вот, но при этом она никуда не сходит с места, тебя родители снимают с той же самой точки, с которой тебя посадили, то есть, ты пережил массу чувств, но ничего не произошло опасного, если только там, ну, на детских каруселях там заборчик стоишь, что ребёнок там не спрыгнул на ходу, там, как-то, то есть, очень странная история, вот, как только я стала думать, что это симптом, целиковый симптом, то я стала вот, просто относиться к нему очень равнодушной, стала думать, наверное, повторю, у человека что-то произошло или происходит между нами, если вдруг неожиданно в нашем разговоре это начало запускаться, и что эти чувства вообще как бы, вот, понимаете, что они с одной стороны вроде натуральные, но с другой стороны они только отвлекают от чего-то, это гипотеза, она может быть, конечно, вам покажется банальной, но вот она зато позволяет мне избежать вот такого включения во внутреннюю чехарду, это чехарда, так, помните, прыгают, редко сейчас играют в эту игру, прыгают друг через дружку участники группы, внутренних этих фигур клиента, а теперь про клиента, конечно, клиент автоматически приглашает меня в треугольник карту, автоматически, допустим, я его говорю, в чем ваша проблема, он что говорит, ну, все что угодно, например, я хочу быть уверенным человеком, но не могу, все, уже пожаловался сам на себя, правда, или помогите мне, пожалуйста, изменить мой характер, или я сам не могу исследовать сам себя, давайте будем делать исследование, или я хочу как бы бойко водить машину с инструктором, а вот не могу, и как только вы с сочувствием относитесь к сюжету рассказа, вы автоматически вскакиваете на эту карусель, то есть вообще подозреваю даже, что совсем без того, чтобы немножко оказаться на этой странной платформе, наверное, это невозможно, наверное, всегда что-то будет происходить, но важно она недолго не задерживаться, крутиться немножечко, ну, как-то разогреться, а потом, наверное, как-то связать на землю. Вот. Я могу быть спасателем, да, я могу сказать, давайте я вас спасу от себя, наверное, у вас какие-то дурные мысли, есть, давайте я помогу вам справиться с вашими дурными мыслями или с дурным настроением, я могу стать в роли спасателя, ой, давайте я вам помогу сепарироваться от родителей, или, наверное, ваши родители вас действительно замучили, давайте я вам помогу сепарироваться и вы станете жить счастливо. Ой, ну, вроде, с одной стороны правда, с другой стороны как-то так, вот, может быть, правда, может быть, нет. С третьей стороны я могу прямо подумать, что мой собеседник, пострадавший от кого-нибудь, вот те, кто занимается терапией пар, просто я с большим уважением отношусь к тем специалистам, кто берется за работу с парами, одна из самых таких ясных и трудных задач, это не как бы подключиться к теме вот жертва-спасатель, вот агрессор во время консультации, это просто мой низкий поклон тем, кто может там вести консультацию с парами, вот удерживаясь вот в этой нейтральной позиции. Ну, вот, собственно, и всё. Наверное, тут добавить нечего, потому что приглашать всех сейчас быть внимательными и не залезать на эту окружающуюся платформу, это тоже встать в роль агрессора, правда, сказать, а-а-а, ну, вы, гипотетические мои слушатели, делаете ошибку, но и тогда нужно тот, кто спасёт и скажет, что, ну, может быть, это динамический процесс, может быть, это часть переживаемого опыта, который важен для человека, ну, и дальше мы окажемся внутри этой же системы. То есть, возвращаясь назад, с одной стороны, не зря это названо драматическим треугольником, такая композиция, потому что удержаться от азарта участие в этом процессе невозможно, с другой стороны, это бег на месте, и с третьей стороны, он некоторым образом появляется, как только появляется попытка разделить свой единый переживаемый опыт на некоторые роли во внутренней жизни, ну, допустим, мои чувства мне мешают во внешней жизни, ну, кто-то мне помогает, кто-то мешает, как только я перехожу к предметному мышлению, наверное, эта композиция прямо наготове, но вопрос, как мне отнестись к ней, с одной стороны, с уважением, потому что это факт реальности и реального человеческого опыта, динамического, с другой стороны, как мне быть полезным клиентом, потому что польза, конечно, в том, чтобы найти возможно к нему опуститься на землю, потому что по треугольнику он покатается вот на этой чудесной картинке без меня, да, то есть ему пособо помогать не нужно. Вот, как мне встретиться, и тут мы двое вот встретились, вот это было мне нарисовать фигурку тёмненькую и такую красненькую фигурочку, да, так вот. Как мне сделать, чтобы они встретились вот так вот и как-то пообщались. Вот, на этом я, пожалуй, завершу эту небольшую спич. вот, и предложу обсудить, отнестись как-то к услышанному, вот, и подумать вместе, а как я могу пригласить человека спуститься на землю. Надо ли где-то залезть вместе с ним на эту карусель, или надо, наоборот, постоять рядом и сказать вспомни, остановись сам, или призвать какие-то высшие силы, которые остановят это, или, наоборот, раскрутить её ещё дальше до того, чтобы человек увидел абсурд происходящего. Это вопрос дискуссионный, который я предложила бы, ну, как бы, обсудить. если вам понравилась эта гипотеза, что это как бы некоторая такая мелькающая карусель, что это единый симптом, единый симптом, что это не три разных роли, а одна, по сути, динамическая конструкция, которая сама по себе является невротическим симптомом. Вот. Пожалуй, вот я даже и остановлю запись на этом.